Сегодня я собираюсь рассказать еще один небольшой фрагмент preliminaris, то, что относится к теории колец, и уже реально начать доказывать результаты в положительной характеристике, сравнивая их с тем, что мы знаем из характеристики ноль. Я все-таки подумал и решил, что полезнее будет не вначале сказать что-то для характеристики ноль, а сразу параллельно основы теории, а потом перейти целиком на модулярную теорию. Нам понадобятся какие-то напоминания из теории колец. Во-первых, разумеется, нам нужно понятие радикала Джекобсона. Вообще, я вам собираюсь сформулировать структурную теорему Вадербарна. Структурную теорию Вадербарна для устроения конечномерных алгебр над пулем. Ну, естественно, алгебра, которая нас интересует в первую очередь, это алгебра К от Ж, где Ж – это конечная группа. Эта алгебра нас интересует в первую очередь, но теорему можно сформулировать, конечно, в общем случае. Основное понятие структурной теории, классической структурной теории – это основные понятия радикала и полупростоты. В случае конечномерных алгебры все радикалы совпадают, но в случае бесконечномерных алгебр они, конечно, различаются. Так, и, значит, ну вот самое известное понятие радикала, и, соответственно, самое известное понятие, ну вообще, что такое радикал, я вам, пожалуй, не буду определять, все-таки это лекция не по теории колец. Так, но радикал – это вот что такое, это, значит, морально, я не определяю ничего. Так, морально это вот что такое, вы берете кольцо и связываете с ним вот что-то, ну что я сразу обозначу радикал R, хотя это радикал Джекобсона. Так, что рассматривается как некая, в некоем смысле, тривиальная честь, несущественная честь. Так, после чего, вот, значит, с этим кольцом связывается, ну это идеал R, то есть существенная вещь, что это идеал R. Так, и, значит, рассматривается фактор кольцо по этому радикалу, так, которое называется вот полупростым, полупростое кольцо по отношению к радикалу, вот к этому радикалу. Так, радикалы бывают разные, вот, то есть, ну, тем самым основное свойство, одно из своих свойств от этого радикала аксиоматических такое, значит, что радикал фактора по радикалу уже должен быть равен нулю. То есть полупростое кольцо по отношению к этому радикалу, это кольцо, значит, R полупростое по отношению к радикалу R, если, значит, радикал, вот, R равен нулю. Так, значит, ну вот, на самом деле имеются десятки разных определений радикал, которые для бесконечно мерных алгебр могут различаться, бесконечно, для общих колец могут различаться. Ну вот, для конечномерных алгебр они просто все совпадают, так, и все совпадают, тем самым, с двумя самыми известными понятиями радикала, с радикалом Джекобсона и Ниль-радикалом. То есть, вот, существенная часть структурной теоремы Ведер-Барна состоит в том, что радикал Джекобсона для конечномерных алгебр Ниль-патентен. Так, значит, ну вот, самый известный радикал, это радикал Джекобсона. Так, радикал Джекобсона, ну, я люблю, он обозначается либо радикал, либо там радикал с большой буквы, так, либо J от R. Так, J, это, конечно, первая, первая буква фамилии Джекобсона. Так, я его еще видел, кстати, он приезжал в Новосибирск, он был лет 90. Натан Джекобсона, знаменитый специалист по теории колец, там, и по неосативным кольцам, там, ну, известный еще. Вот, значит, радикал Джекобсона, ну, самое простое, наверное, определение такое, которое в реальности и чаще всего используется. Радикал Джекобсона состоит из тех элементов, которые не влияют на обратимость. Так, значит, то есть, можно определить его так, что он состоит из тех x из R, что для любого y из R, ну, например, 1 плюс xy, хотя вместо 1 можно было бы поставить любой обратимый элемент, конечно, так, значит, и снова является обратимым элементом. Я напомню, что R со звездочкой – это мультипликативная группа кольца. Значит, мультипликативная группа R. Вот, то есть, иными словами, радикал Джекобсона – это множество всех элементов, таких, что прибавление к обратимому элементу любого кратного этого элемента снова дает обратимый элемент. Но я сказал любого кратного сознательно, двусмысленно, потому что и здесь я написал правый кратный. Но в действительности то, что получится, является идеалом кольца R. Это значит, что можно здесь писать не правый кратный, а можно писать левый кратный. Так, и это, если вы еще не делали этого упражнения, то это чрезвычайно полезное упражнение. Так, значит, проверить, что это действительно одно и то же, это называется рациональное этождество. Так, и это один из ключевых навыков, которые просто нужны человеку при работе с некомутивными кольцами, с телами и некомутивными кольцами. Вот, ну а на самом деле, ну раз правые и левые кратные, то понятно, что и двусторонние кратные, раз ты делал, да? То есть это можно определять так, это X из R, такие, что для любых Y и Z из R, единица плюс ZXY снова обратима. Так, то есть, иными словами, вот элементы радикала, это такие несущественные элементы, прибавление любых кратных которых не влияет на обратимость. Так, ну и одна из классических теорем, значит, теории колец состоит в том, что вот радикал так определенный совпадает с перечечением максимальных правых или максимальных левых идеалов. Так, значит, вот теорема, ну предложение я назову, это, значит, на самом деле это несложное упражнение, конечно, тоже проверить это. Так, что, значит, радикал Джекобсона совпадает с перечечением максимальных левых идеалов и совпадает с перечечением максимальных правых идеалов. Пересечение, значит, так, ну как, какой мне буквой обозначить, чтобы это не была буква И? Ну, буквой М. Значит, М это максимальный правый идеал. Так, и это пересечение, ну я напишу М. М это максимальный левый идеал. То есть, если кольцо коммутативное, это пересечение максимальных идеалов. Коммутативная алгебра радикал Джекобсона это пересечение максимальных идеалов. А в некоммутативном случае, вот пересечение максимальных идеалов настоящих, двусторонних, так, М максимален. Ну, на самом деле оно может быть гораздо меньше. Так, чем вот это. То есть, это, так сказать, такого особого смысла не имеет. Но, как мы обсуждали в прошлой РС, значит, максимальные правые идеалы, или максимальные левые идеалы, это аннуляторы в точности неприводимых, ну в том сильном определении неприводимости, которое у нас было, неприводимых R-модулей. Правда? Ну, простых R-модулей. Так, значит, ну вот, и вот это будет самым существенным образом использоваться. Так, то есть, это то же самое, что, значит, пересечение аннуляторов, значит, в R, V, где V пробегает, ну, скажем, неприводимые, а левые R-модули. Так, и вот это будет самым существенным образом использоваться. Это одно наиболее известное определение, значит, радикала. Так, ну в коммутативном случае, конечно, есть второе очень известное понятие радикала, это то, что называется ниль-радикал. Так, значит, ниль-радикал R, если R коммутативно. Так, это вот что такое, это множество всех просто ниль-патентных элементов. Так, значит, x из R, такие, что существует n из n, значит, такие, что x в степени n равно нулю. Так, и в коммутативном случае, вот, легко проверить, что это действительно будет тоже идеалом. Так, ну, сейчас мы что-то такое будем вспоминать, тоже сейчас мы чем-то похожим будем заниматься. Так, ну понятно, в коммутативном случае вы взяли и просто возвели, так сказать, сумму двух ниль-патентных элементов в достаточно большую степень. Настолько большую, чтобы в каждом сомножителе либо x появлялась в нужной степени, либо y появлялась в нужной степени. Так, но это рассуждение совершенно не работает в случае некоммутативных колец, понятно, да? То есть в этом случае нужно определять, значит, ниль-радикал иначе, не в терминах ниль-патентных элементов, так, а в терминах ниль-патентных, ну, скажем, левых или правых идеалов. Вот, значит, поэтому я его определять не хочу, а я просто, так сказать, докажу, ну, не докажу, а сформулирую, теорема Вадербарна, докажу-то я в другом месте, конечно, что в случае конечномерных алгебр радикал, хотя чего ее и доказать-то просто, называется теорема Жордана-Гюльдера. Понятно, да, что построим композиционный ряд, так сказать, умножение на радикал загоняет в силу неприводимости, так сказать, каждый член в следующий, ну, значит, вот, так сказать, радикал равен нулю в степени, не превосходящей длину композиционного ряда. Так, значит, теорема Вадербарна. Значит, теорема Вадербарна утверждает, что, значит, если R – конечномерная алгебра над полем, так, значит, то радикал нельпатентен. Значит, это крайне существенно, вот, но и доказательство, оно очевидное. Значит, оно выглядит так, что мы берем, строим композиционный ряд. Так, значит, где все R и ты, R – первое над R и ты, значит, неприводимый R модуль. Значит, тогда в силу неприводимости, значит, его аннулятор содержит, радикал содержится в его аннуляторе. R и минус 1 в R по R и, так, ну, и следовательно, R и минус 1 на радикал R содержится в R и. Так, ну, вот, начали отсюда, умножили на радикал, пришли сюда, умножили на радикал, пришли в R2, там, и так далее. Так, ну, следовательно, значит, радикал R в степени T равен нулю. Вот, значит, ну, а композиционный ряд существует, потому что это конечномерная алгебра над полем, значит, она одновременно является артным и нотровым модулем. Вот, значит, а радикал, фактора по радикалу, так, ну, понятно, что я тут… Давайте я напишу все-таки это еще раз радикал, чтобы свободно переключаться. Это, конечно, короче и информативнее на самом деле. Так, потому что я говорю, что радикалы бывают разные. Но в любом случае, вот, алгебра, фактор по радикалу, ну, она обычно обещается R чертой, там, или R тильда. R чертой не будет путаться с алгебраическим замыканием, ведь правда, да? R тильда. R тильда – это алгебра по радикалу, фактор алгебры по радикалу, она вот является полупростой. Так, ну, а поскольку наша алгебра конечномерная над полем, то она является классически полупростой. Классически полупростая – это на самом деле, значит, полупростая, то есть радикал равен нулю, и Артинова слева, или справа. Вот, и для таких алгебр, ну, вот, для таких алгебр классически полупростых основной структурный результат – это теорема Ведербарна-Артина, ну, которая в случае конечномерных алгебр над полем, разумеется, была известна еще Артину, еще Ведербарну, Артин доказал ее для артиновых алгебр. Так, а для конечномерных ее доказал Ведербарн. И вот она говорит следующее, и мы этим результатом просто будем пользоваться постоянно. Дело в том, что, значит, вот теорема Маски говорит, что если характеристика поля не делит порядок группы, то уже сама групповая алгебра полупроста. Так, а, значит, если характеристика делит порядок группы, то тогда сама групповая алгебра будет не полупростой, но фактор-то по радикалу все равно полупростый и устроен точно так же. Так? Только там, значит, слагаемых этих меньше, чем было в Хартийске 0. Потому что часть размерности уйдет в радикал. Часть, так сказать, понятно, да? Вот, и вот сейчас мы, так сказать, ровно попытаемся выяснить. Значит, давайте сформулируем самую структурную теорему в той форме, как это нам нужно. Потому что нам нужно будет еще один момент, естественно. Значит, я вам не буду рассказывать, поскольку это, ну, это как бы абсолютно другой технический уровень. Я вам не буду рассказывать арифметическую теорию для незамкнутого поля. С другой стороны, значит, мне не хочется говорить, что все происходит над алгебраически замкнутым полем. Поэтому я буду придерживаться промежуточной позиции. Я буду говорить, что все происходит над полем разложения. Так, то есть над тем полем, когда, значит, алгебры эндоморфизмов всех неприводимых модулей одномерны. То есть совпадают с самим полем. Так, значит, ну давайте сформулируем вначале саму структурную теорему Вадербарна. Теорема Вадербарна. Так, значит, пусть R полупростая, конечномерная алгебра над полем К. Значит, тогда ну первое полупростая алгебра является суммой простых. Так, значит, первое R равно I1 плюс плюс I с номером T, где I T I с номером G, извините, значит, минимальные двусторонние идеалы в R. ну, которые сами в действительности являются конечномерными простыми алгебрами. Так, то есть любая полупростая алгебра конечномерная является прямой суммой простых алгебр. Вот, теперь как они устроены? Значит, второе это ну, понятно, что нас-то интересует что? Нас интересует композиционный ряд, нас интересуют неприводимые модули. Так, значит, второе это вот что такое, что все неприводимые левые подмодули в ну, R под модуль, естественно, в I ну, то же самое, что I G под модуль, в I G, поскольку прямая сумма, изоморфны между собой. ну, изоморфны одному и тому же неприводимому модулю в I так, ну, и третье это что, если значит, дьод это алгебра R эндоморфизмов в I значит, то то тогда, значит, ну, полемешура это тело значит, дьод тела так и значит и что и j изоморфна ну, я пишу равно, естественно, так значит, алгебре матриц степени дьод над телом дьод где дьод это размерность размерность в I над дьод ну, понятно, что все конечномерно все конечномерно над К все это к алгебре да, все конечномерно над К так и значит, то есть ну, это значит, что мне не нравится буква D пожалуй, я бы теперь поставил N ну, хорошо написал значит это значит что полупростая алгебра таким образом изоморфна просто полной сумме полных матричных колец над телами телами над К конечномерными так то есть значит это значит что R R изоморфна ну, я пишу равно естественно M D1 D1 плюс и так далее плюс M D что там написано T да R DT где таким образом где значит D1 конечномерные алгебры над К значит ну и размерность R над К равна так ну чему равна размерность этой алгебры О конечно алгебры деления а а как ... Конечномерные тела да извините алгебры разделением конечно Мечномерные тела а я что сказал ал 무려 отделения спасибо да так но чего равна размерность так но размерность равна Ну понятно, да, значит, dj квадрат на размерность d, но размерность d сама является квадратом, если она конечномерна, но это может быть поле, это не обязано быть центральное тело, это может быть поле. Значит, то есть равна, значит, d1 квадрат на размерность d1 над k, плюс и так далее, плюс dt квадрат на размерность dt над k. Чему равна размерность матриц? Ну, в матрицах над d базис стандартные матричные единицы, этим мы сейчас будем самым существенным образом пользоваться, кстати. Так, ну а, значит, ну и какой-то базис в каждом из этих тел. Вот, значит, ну вот на самом деле нас будет интересовать случай, когда все эти тела совпадают с k. Так, и такой случай, значит, над какими-то полями заведомо, так сказать, нам известен. Над какими полями, для любых конечномерных алгебр это будет так. Так, над какими полями? Над какими полями нету вообще никаких конечномерных тел. Ну, на логибраически замкнутыми. Вот, а, значит, вообще такое поле называется полем разложения. Так, значит, сейчас я первый раз определю, вот, но потом я еще раз вернусь и еще раз определю чуть иначе. Значит, поле k называется полем разложения для r, так, если никаких расширений здесь не возникает. Так, то есть, если, значит, просто любая полупростая алгебра, но в общем случае я говорил бы поле разложения, если бы фактор по радикалу этим свойством обладал. Так, значит, если любая полупростая алгебра является просто прямой суммой полных матричных алгебр над самим полем k. Для алгебры r, ну, сейчас я скажу аккуратно, да. Да, поле разложения для алгебры r, если эта алгебра является прямой суммой полных матричных алгебр над самим этим полем. Значит, поле разложения группы – это поле разложения ее групповой алгебры. Значит, определение k называется полем разложения алгебры r. Если фактор по радикалу r, по радикалу Джекобсона, есть полная, есть прямая сумма полных матричных алгебр над самим этим полем. сплитинг филд по-английски. Вот. А? Ну, хоть не очень удачный перевод, мне кажется. Не знаю. Это почему? Поле расщепления? Ну, да. Сплит – это как по-русски? Расщепимые группы, да? Ну, это традиционный перевод, я не могу его менять. Вы берете любую книжку, там открываете книжку «Русский перевод Кертиса и Райнера» и там читаете именно вот это. Ну, извините. А, то есть, вы считаете, что я это могу, да? Определение. Значит, k называется полем разложения группы G. А, если k – поле разложения kG, групповой алгебры. Ну, естественно, конечные группы. Я сказал, что у нас все группы конечные. Вот. Значит, понятно, да? Так, ну, естественно, любое алгебраически замктое поле является полем разложения любой группы. Так, значит, замечание. Любое алгебраически замктое поле является полем разложения любой группы. Но в действительности, естественно, поле разложения бывает гораздо меньше, не алгебраически замктое. Ну, например, когда мы взяли группу показателя m, так, то есть взяли группу, как это называется, экспоненты m, да? Показатель – это наименьшее экспонента. Ну, то есть взяли m такое, что, значит, натуральное, такое, что для любого G из G, G в степени m равно единице. Так, ну, вот, это называется экспонентой, а наименьшее экспонента называется показатель. Или наоборот. Вот, значит, понятно, да? Так вот, нам достаточно, для того, чтобы поле было полем разложения, нам достаточно, чтобы в нем сидел, ну, например, в полупростом случае. Достаточно, чтобы сидел просто любой, ну, в случае, когда характеристика не делит порядок группы, достаточно, чтобы там сидел любой корень m-той степени из единицы. Нам нужно, чтобы она была алгебраически замкнута. Так, значит, чтобы поле К было полем, поле К, ну, такое, что его характеристика не делит порядок группы, было полем разложения. Ну, иначе нужно аккуратно говорить, там, какие корни существуют из единицы, там, и так далее, да? Разложения, значит, группы G достаточно, чтобы оно содержало корни m-той степени из единицы для, значит, показателя m. Ну, например, ну, например, все корни степени порядок G. Ну, поскольку, понятно, для конечной группы, значит, вот это всегда равно единице, да, то показатель делит экспоненту, и поэтому уж, если там такие корни есть, то... Вот, то есть, совершенно не нужно требовать, чтобы поле было алгебраически замкнутое. И я обычно буду говорить про именно поле разложения, а не про алгебраически замкнутое поле. Вот, то есть, это небольшое обобщение, но так, уже чуть аккуратнее, чем сразу говорить про алгебраически замкнутое поле. Хотя, значит, при желании можно считать, что... Ну, это неудобно, потому что... Потому что, когда мы захотим редуцировать из нулевой характеристики в положительную, нам захочется там что-то конечномерное иметь. Так, то есть, здесь существенно, что над Q всегда существует поле разложения конечномерное над Q. Понимаете? А тогда мы там возьмем его, пополним там относительно периодического показателя и получим что-то конечномерное над периодическими числами. И там, так сказать, целые этого поля будут конечномерными над Z. Понимаете? То есть, вот что-то в таком духе нам понадобится. То есть, нам понадобится то, что у любой группы есть конечномерное над Q поле разложения. Вот. Значит, так что это, ну, вроде, так сказать, легкое обобщение, но это не совсем бессмысленное обобщение, потому что оно бессмысленное, если работать в кратерический ноль. Ну, как бессмысленное? Все равно не бессмысленное, конечно. Для арифметической теории оно очень важно. Но арифметическую теорию, то есть, собственно, зависимость представлений от замктости и незамктости поля мы не обсуждаем. Так, но нам все равно понадобится для редукции в положительную характеристику. Вот это обобщение. Вот. Но давайте я еще пару замещаний сделаю на эту тему, прежде чем, значит, переходить, собственно, к доказательству теоремы, вот о количестве, значит, о количестве неприводимых представлений. Значит, что нам еще нужно? Ну, пожалуй, вот такое общее замещание. Сейчас я переформирую еще раз понятие поля разложения. Значит, ну, во-первых, такое замещение, что R полупроста эквивалентно любой, конечно, порожденный R-модуль полупрост. Значит, полупрост, значит, вполне разложим. Вполне разложим, то есть является конечной прямой суммой простых. Ну, вы в качестве упражнения можете проверить, что это то же самое, что является конечной суммой простых. Не обязательно прямой, а просто конечной суммой простых. Ну, если он является конечной суммой простых, то мы просто посмотрим и начнем лишнее вычеркивать. И вычеркнув все лишнее, то, что останется, будет прямой суммой. Так, вот, значит, ну, то есть это, это и есть классическая ситуация, которая вот возникает в характеристике ноль. Так, и, значит, в характеристике ноль, вот это я ровно доказывал неделю назад в общем курсе. То есть это пока еще не выложено, но вот скоро будет выложено. Значит, доказывал двумя способами, но это, естественно, так сказать, не новость, это стандартная абсолютно вещь. Доказывал теорему Машки, который утверждает, что в случае поля характеристики ноль, ну, или вообще характеристики не делящей порядок группы, полугрупповая алгебра, конечная группа над этим полем, полупроста. Ну, тогда и только тогда. То есть вот теорема Машки утверждает следующее в правильной формулировке. утверждает следующее, что КАДЖ полупроста тогда и только тогда, когда характеристика поля не делит порядок группы. Теорема Машки. Значит, КАДЖ, ну, понятно, К – это поле, Ж – конечная группа, полупроста в том и только том случае, когда характеристика поля К не делит порядок группы Ж. Вот ровно это утверждает теорема Машки. Ну, а доказывается, доказывается полупроста вот в этой формулировке, правда, да? Берется любой модуль, конечно, порожденный над Ж, и доказывается, что тогда он является прямой суммой неприводимых. Так, значит, ну вот, нас как раз будет интересовать случай, когда эта алгебра КАДЖ не является полупростой, случай, когда характеристика делит положительно и делит порядок группы. Так, и сейчас, значит, я начну доказать, то есть я не начну, я рассчитываю сегодня его и закончить, значит, доказательство теоремы о количестве неприводимых представлений. Так, то есть, на самом деле, доказательство этой теоремы для характеристикой ноль тоже, естественно, будет получаться, из этого доказательства посредством нескольких упрощений. Так, значит, вот эта теорема, как я объяснял уже на первой лекции, она говорит, что в случае обыкновенных представлений, значит, нам достаточно описать неприводимые модули, поскольку любой конечно порожденный модуль, любой конечно мерный над К модуль является прямой суммой неприводимых. В общем случае, это, конечно, не так, как мы знаем, но, вот здесь просто ровно говорить, что это всегда не так, что для любой группы есть хотя бы один какой-то пример. Так, значит, но, тем не менее, описание неприводимых является важным шагом в направлении описания всех представлений. Так, вот, и первый вопрос, сколько неприводимых представлений имеется у группы К над, у группы Ж над полем разложения К? И, пожалуй, вот, значит, все-таки я не сделал еще одного замещания, которое здесь нужно сделать, это такого. Что же такое на самом деле поле разложения? Значит, как еще понимать поле разложения? Значит, естественно, все теоремы, которые я буду доказывать, я буду доказывать только над полем разложения. То есть, если оно не является полем разложения, то, естественно, структурная теория гораздо сложнее, потому что, ну, например, она включает в себя структурную теорию конечномерных тел. А это уже арифметика. А почему уверен в тот факт? Который? Ну, что если есть все кони из единицы, такое разложение? Ну, потому что, значит, любой элемент, я сказал в обыкновенной теории, потому что, значит, любой элемент представляется, ну, если он имеет порядок M, то он представляется матрицей, у которой все собственные числа являются корнями этой степени из единиц. И если эти корни есть, то это представление, если оно реализуется там в алгебраическом замыкании, то оно реализуется уже над тем, над подпольем алгебраического замыкания, в котором… Ну, мы смотрим на то подполье в алгебраическом замыкании, которое порождено элементами матриц. Ну, всегда мы можем привести… Понимаете, да? Почему, если есть собственные числа, то есть элемент на матрице? А, потому что они полупростые. Они полупростые, да. Кто полупростые? А? Матриц. Они конечного порядка. Да. Там никаких жордановых клеток нету, так сказать, порядка больше единиц. Ну, это… Что? У нас какой-то амтомат, с которым мы сопрягаем, чтобы прийти к диагнозу виду, она же не пьяная такая… А, это неважно. Не важно? Это неважно, да. Значит, сам вид всегда такой. Так, то есть, значит, естественно, значит, с точностью до эквивалентности мы можем всегда загнать в это поле. Представление. Так. Ну, давайте вот сейчас я… А? Объясню еще немножко, почему это происходит. Значит, как еще можно определить поле разложения? Значит, ну вот следующим образом. Вот пусть у нас есть представление, значит, группы G над полем K. Вот. И пусть у нас есть расширение полей. Так, значит, тогда мы можем это представление понимать, как представление над полем L. Все понимают, как, да? Ну, мы взяли и вот просто G, L, N, K, значит, вложили в G, L, N, L. Так? Ну, так вот, из того, что, значит, P неприводимо, не следует, что PL неприводимо. Так, ну, очевидно совершенно, да? Так, взяли там в качестве G… Пример. Значит, взяли в качестве G группу C4. Так, ну чего там, нам нужно найти пример, значит, когда в поле корня четвертой степени нету, а в расширении есть из единицы. Ну, взяли, значит, L над K, это C над R. Так, ну и взяли какую-нибудь матрицу, у которой собственные числа, значит, вещественные, у которой собственные числа равны и и минусы. Так, ну, например, такую. Значит, 0, 1, минус 1, 0. Так, ну, так тогда, значит, мы можем взять и элемент, порождающий C4, отправить вот в эту матрицу. Так, значит, и это будет над R неприводимое представление. Ну, потому что, если бы оно было приводимым, то оно бы и раскладывалось в силу полупростоты в прямую сумму двух одномерных представлений. Так, а у одномерного представления, значит, собственные числа, понятно, как-то могло быть только минус единица. Ну, тогда это значило бы, что это отправляется в матрицу порядка 2, а эта матрица явно порядка 4. Я понятно сказал, да? Так, еще раз повторить, да? Значит, ну, вот рассмотрим такое вещественное представление. Так, рассмотрим такое вещественное представление, которое, значит, группа C4. Так, значит, наша C4 порождена элементом G, то есть единица G, G квадрат, G куб. Так, значит, C4 в G, L2, R, которая вот G посылает в матрицу 0, 1, минус 1, 0. Так, это представление неприводимо, я утверждаю. На D. Понятно почему? Потому что, если мы допустим, что оно приводимо, то оно является суммой двух одномерных. Значит, порядок этой матрицы равен 4, потому что в квадрате она дает матрицу такую, центральную, кстати. Вот. Значит, а собственные числа, единственные, на D, значит, являющиеся корнями четвертой степени единицы, это плюс и минус единицы. То есть, либо это, значит, 2 минус единицы, что как-то, так сказать, все удивились, потому что это порядка 2 и центральная штука. Либо одна единица, одна минус единица, тут все удивились еще больше, так сказать, да. Потому что это на самом деле представление в СЛ, а то представление, значит, с определителем минус единица. Так, а с точки зрения эквивалентности, естественно, определитель никуда, так сказать, деться не может. Так, вот, значит, то есть это не может быть суммой двух представлений, одномерных на D. Так, но с другой стороны, это представление, когда мы рассматриваем его на C, оно не может оставаться неприводимым. Оно является суммой двух одномерных представлений. Потому что мы знаем, что любое представление абелевые группы над алгебраически замкнутым полем одномерно. Так, да? Правда, да? Вот, значит, ну вот, все, так сказать. То есть мы построили пример представления, которое является неприводимым, но, вот, если рассматривать над большим полем, над расширением, оно становится приводимым. Вот такое представление называется неприводимым, но не абсолютно неприводимым. Значит, определение. Пи называется абсолютно неприводимым. Если для любого расширения, ну, пи над к. Для любого расширения л над к, представление пи и л неприводимым. Неприводимым. Ну, совершенно ясно, что, ну, уж если мы расширили долгебраические замыкания, и это осталось неприводимым, то оно, то оно является абсолютно неприводимым. Значит, то есть пи абсолютно неприводимым. Это значит, что пи к с чертой абсолютно неприводимым. Так, ну и все догадались теперь, что такое поле разложения. Поле разложения, значит, группы G, это такое поле, над которым все неприводимые представления являются абсолютно неприводимыми. То есть то, что я сказал, это значит, что R не является полем разложения для C4. Значит, R не является полем разложения для C4. Ну, понятно почему, потому что корня четвертой степени там нет. Но стоит корень четвертой степени. А, например, поле целых, поле гауссовых чисел, извините, Куаты является полем разложения. Так, то есть, значит, вот Куаты является. Понятно, да? То есть над Куаты, значит, любое представление неприводимое группы C4 над Куаты, оно будет оставаться неприводимым для любого решения. Ну, ровно потому, что там есть корень четвертой степени. Так, значит, то есть вот К поле разложения для группы G, это эквивалентно тому, вы это можете легко доказать в качестве упражнения, что любое неприводимое представление G над К абсолютно неприводимо. Ну, потому что иначе как бы все формулы будут неверны. Ну, понимаете, ну, например, мы хотим там доказать, что, значит, сумма квадратов степеней неприводимых представлений, ну, в обыкновенном случае равна порядку группы. Так, ну, вот, значит, ну, на D, там, на C у этой группы 4 неприводимых представлений, 4 равно 1 квадрат плюс 1 квадрат плюс 1 квадрат плюс 1 квадрат. Верим сразу. Так, значит, вот, 4 равно 1 квадрат плюс 1 квадрат плюс 1 квадрат плюс 1 квадрат плюс 1 квадрат. вот, а на dr у нее три неприводимых представления, значит, ну понятно, да, g идет в единицу, g идет в минус единицу, два одномерных, так, и третье вот это, ну действительно больше нету, так, ну и как-то тут все должны очень сильно удивиться, потому что 1 в квадрате плюс 1 в квадрате плюс 2 в квадрате, ну как-то, ну мне кажется, не совсем равно 4, вот, и поэтому, значит, все, все формулы, которые мы будем писать, они, конечно, верны только для поля разложения.